Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. С вами я, Анастасия Борисова. И переходим сразу к выпуску. Почти 4000 домовладений в Алтайском крае до конца года переведут на природный газ. Некоторые территории, например, Ребрихинский район, получат голубое топливо впервые. В районе заканчивают строительство газопровода высокого давления и газораспределительной станции. Теперь почти 300 домовладений по четырем улицам райцентра Ребриха готовы к приему топлива. Само подключение ожидается осенью. По данным Краевого Минстроя, чтобы подключить домовладения газу, нужно заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Напомню, 1 июня Госдума приняла закон о газоснабжении, который сделает подвод газа до границ домовладения бесплатным. 11 школьников из Алтайского края участвовали в фестивале «Большая перемена» в Москве. Около 5000 человек собрал фестиваль «Большая перемена» в парке Горького. Это школьники, их родители и учителя из российских регионов. Алтайский край представили 11 учеников из Алейска, Барнаула, Заринска, Новолтайска, Славгорода, Камня-на-Аби и Залесовского района. Одновременно работало более 20 площадок, на которых представители крупнейших российских компаний, деятели культуры и спорта, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих вузов провели для школьников познавательные лекции, а также мастер-классы и дискуссии. Летние учебные сборы проходят у единственной в крае кадетской школы-интерната. Будущие защитники Отечества живут в полях и проходят инженерную, тактическую, огневую и военно-медицинскую подготовку. В полевом лагере условия приближены к армейским. В палатках оборудованы места для приема пищи, умывания и медчасть. До обеда учебные занятия, а после спортивно-массовые состязания. Занятия мы проводим как самостоятельно, так и с помощью офицеров служб 35-й ракетной дивизии, которая оказывает нам всемирную помощь и содействие в организации этих сборов, а также нашего местного отдела МЧС. Ребята проживают целиком и полностью в лагере. Все в соответствии с тем распорядком дня, который принят в вооруженных силах. Поскольку они дети, мы им даем чуть больше времени для личных потребностей, для досуга, чтобы они могли позвонить и домой с родителями пообщаться, ну и, как говорится, немножко отдохнуть. Работа с действующими военнослужащими для кадетов – опыт и мотивация для поступления в силовые структуры. Такие занятия необходимы, чтобы молодые люди решили, хотят ли они связывать свою дальнейшую жизнь с военной службой. И продолжаем выпуск. В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю заработала горячая линия по детскому отдыху. Специалисты подскажут, на что обратить внимание в лагере, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха и так далее. Горячая линия открыта до 11 июня. В этом году в Алтайском крае планируется открыть 53 загородных лагеря. Звонки от родителей принимаются по телефону 24 99 59 в рабочее время. 7 по 12 июня в Алтайском крае будет проходить Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России» на Бирюзовой Катуне. Начнется фестиваль в Барнауле с научных форумов и конференций, посвященных этническим культурам. Их проведут в Алтайском госуниверситете. 9 и 10 июня в парк-отеле «Ая» пройдет образовательный проект «Большой Алтай» «Форсайт-2050». В туркомплексе «Березка» заработает творческая лаборатория фольклорных коллективов «Древо». 10 июня здесь откроется выставка-ярмарка народных мастеров «Живое ремесло». На 11 июня запланирована творческая встреча «Я горжусь тобой, Алтай» с песнями и танцами народов России. Главные события состоятся 12 июня на «Бирюзовой Катуне» в программе «Ярмарка», «Национальные игры», «Музыка», «Танцы» и «Большой хоровод». 4 июня и 5 июня в крае ожидаются дожди, местами сильные грозы и град. Также жители предупреждают об усилении ветра. При грозах местами шквалы от 25 до 28 метров в секунду. В службе МЧС предупреждают возможные аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач и увеличение количества ДТП. Пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств проинформированы об ухудшении погодных условий. Главное управление МЧС России по краю обратилось к населению с призывом соблюдать простые правила безопасности. В частности, держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, опор и электропроводов. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня!